На самом деле газопровод по этой улице уже проложен. В рамках реализации муниципальной программы из местного бюджета на его строительство выделено 6,6 миллионов рублей. И на построенный газопровод получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Имеется уже свидетельство о государственной регистрации права муниципального образования. Техническая возможность для газификации 80 домовладений тоже есть. Вопрос подключения газа к уже проложенной трубе застопорился на этапе заключения договора САО «АНАПО Горгаз». Сложившуюся ситуацию Сергей Чернов и пояснил губернатору. Вениамин Кондратьев попросил главу города прокомментировать, в чем он видит причину того, что газа в домах у людей так и нет. Это чиновничий беспредел. Мы вкладываем муниципальные средства в развитие сети и газифицируем сельские населенные пункты города-курорта «АНАПО». Конкретно по ГРП-6 и по разводящему газопроводу низкого давления, то, что пришел на прием гражданин, я об этой ситуации знаю. У нас еще четыре таких газопровода. Что происходит с этого года? Газпром, газораспределение, механизм введения в эксплуатацию трубы, чтобы по ней пошел газ, мы ее построили. Получили свидетельство на право собственности. Забросили ее в казну. Так как это объект повышенной опасности, организация «Газпром» газораспределения должны принять ее, взять у нас в аренду, так как они единственный поставщик. А НАПО ГУРГАЗ будет эксплуатировать. А НАПО ГУРГАЗ не берется за эксплуатацию, пока «Газпром» газораспределение не берет в аренду. Я услышал, что вы сделали все, что могли сделать. Вопрос явно здесь, наверное, раскрыв все, не вашей компетенции, потому что здесь монополии естественные рулят, и их всякие энергосбытовые компании, как бы они себя ни называли, нам все равно, как они себя будут называть. Нам нужно, чтобы газ в домах был. Вот и все. Александр Александрович, что здесь ситуация? То есть, если сегодня местная власть максимально выложила, чтобы тепло, не газ, друзья, тепло, в первую очередь в зимний период должно в домах появиться. И он правильно говорит, уже снег на пороге, а мы сегодня полумерами какими-то отделываемся. Губернатор обратился за разъяснением к министрам. Проблема заключается в том, что муниципалитет на сегодняшний день исчерпал лимиты прямых договоров на эксплуатацию сетей, согласно 44-го федерального закона о закупке. То есть, в ближайшее время возможного подключения, это январь месяц. То есть, в январе у него с нового финансового года появится возможность лимита по прямым договорам, и они смогут заключить договор на эксплуатацию с «Газпромом». Я не знаю, как мы работаем совокупно, но они работают точно на прибыль. И попробуйте, не заплатите им, хоть кто-нибудь сегодня из конкретных потребителей. Ну, и пугают, и газ отключают, все у них работает. Вот они точно работают в совокупности и на конкретный результат. Я хотел бы, чтобы мы тоже работали на конкретный результат. Венемин Кондратьев потребовал своих министров до 1 марта 2017 года отчитаться о том, что газ в дома гостагаевских жителей придет. Продолжение следует...